МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 ноября в 12.47 в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома в Калинковичах по улице Советской. До прибытия подразделения МЧС соседам 1977 года рождения был спасен хозяин дома. Хозяин, 66-го года рождения, инвалид первой группы, проживает с супругой также 66-го года рождения, пенсионеркой. В момент возникновения пожара супруга хозяина домовладения в доме отсутствовала. В ходе разбирательства установлено, что сосед шел по улице и увидел, что из дома идет дым. Он разбил окно, проник в дом и спас хозяина домовладения, вытащив его на улицу. Прибывшими работниками скорой помощи хозяин домовладения с диагнозом отравления продуктами горения госпитализирован в больницу. Пожар ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожены постельные принадлежности, повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Версия – неосторожное обращение с огнем. МЧС информирует. Соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте внимательны и осторожны в обращении с огнем. Помните, сохранность вашей жизни и вашего имущества зависит только от вас. В случае пожара звоните 101 и 112. 1 декабря ночью в час 30 поступило сообщение о пожаре коллективного сарая по улице Босенково в Гомеле. В результате пожара уничтожено имущество внутри трех ячеек секции, повреждена кровля кирпичного сарая. Также при проведении разборки строительных конструкций под обломками кровли обнаружен обгоревший труп мужчины, личность которого устанавливается. Версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожара в жилых домах. Чтобы не допустить трагедию, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя курить в постели, тем более если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Даже потушенные сигареты нельзя выбрасывать в урны с бумагами или другими горючими отходами, а также из окон или балконов. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьких детей. Номер службы спасения – 112. С начала 2021 года в Гомеле произошло 13 пожаров по причине неисправности печного отопления. Если ваш дом отапливается при помощи печного отопления, в первую очередь вам необходимо проверить исправность печи и дымохода. Если есть недостатки – устранить. Вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором и побелить дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. В кладке печи запрещено использовать силикатный кирпич. Для дымохода – азбесноцементные и металлические трубы. Чтобы избежать перекала печи, следует топить ее 2-3 раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить. Перед дверцей на полу необходимо прибить металлический предтопочный лист 50 на 70 сантиметров. Тем самым исключить возможность загорания пола от выпавших раскаленных углей. Запрещено эксплуатировать печь с неисправностями. Разжигать ее при помощи легко воспламеняющихся жидкостей. Оставлять печь без присмотра или поручать следить за ней детям. Сушить и хранить на печи возле нее сгораемые материалы. Топить печь дровами, превышающими размер топливника. Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых. Субтитры создавал DimaTorzok